Девушки отдыхают 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 И, в общем, было понятно, что они ничего делать не будут. Пытались тогда еще ввести туда подразделения из других регионов. Но как-то ингуши как-то убедительно сказали, нам здесь чужих не надо, мы будем разбираться сами. Довольно быстро все это перешло в требования отставки генерала Евкурова. Но потом как-то немножко успокоил. А сейчас началось заново. Что сейчас происходит? Во-первых, они действительно вынуждены были ввести чужие войска. Во-вторых, они блокируют интернет и мобильную связь, для того чтобы вырубить это дело из информационного поля России. Но самое, конечно, интересное вот что. Это то, что большинству в России на это глубоко наплевать. Понимаете, в чем дело? Ведь целостность страны определяется не только целостностью ее, не знаю, транспортной системы, энергетической системы, еще какой-то. Целостность страны – это общее чувство, прежде всего. Вот общее чувство – это очень важно. Вот, например, происходят теракты всякие, несчастья такие, конечно, трагедии. Но вот когда эта трагедия происходит в Ираке, то я не знаю ни одного человека в России, в Москве, среди моих знакомых, к сожалению, таких нету. Наверное, мы все плохие люди, я не знаю. Который бы по этому поводу сильно эмоционально сопереживал. Понимаете, вот есть люди, которые говорят, что какие-то бандиты вообще давить надо там и так далее, ну, как террористы, понятно. Но вот такого, знаете, вот сердечного такого вот, сердечного отклика, в общем, это не производит. Да? Когда теракт в Париже или в Лондоне... Алло. Да-да-да. Когда теракт в Париже или в Лондоне, тогда более сильная реакция. Ну, потому что европейцы нам ближе, чем мы себя чувствуем все-таки европейцами. Когда теракт в Петербурге или в Москве, реакция вообще сильнейшая, конечно, да? Ну, то есть это свое. Либо это свое, либо это не свое. Так вот, что печально, на самом деле, ну, это, наверное, тоже не очень хорошо, да? Да, все-таки человек, правильно, все человек. Ну, вот, а уже потом он там, и рак, и рак, и сараб, там, и кто-то, все равно человек, да? Вот. Но по факту это так. Так вот, печально то, что... Это я просто аналогичку хотел провести, что для очень многих у нас в России то, что происходит на Северном Кавказе, это происходит как бы не у нас. Понимаете? Это происходит где-то. Это они. Это не мы. Понимаете? Вот мало кто в России чувствует мы по отношению к тем, кто собрался на этой площади в Магазе. Вот. Что неправильно, конечно, да? И вот еще первые эти протесты ингушские, их замалчивало не только федеральное телевидение, что, ну, в общем, понятно, естественно, оно, в общем, что про них говорить. А, в общем-то, в такой оставшейся оппозиционной прессе этого тоже практически не было. Понимаете? Это где-то. Это не единая страна. И вот. И мне кажется, вот реакция российского общества на ситуацию в Магазе это показатель того, что никакой целостности нету. Вот. И уж, по крайней мере, Кавказ это не Россия. Эмоционально это не Россия. Ну, а за этим уже идут политические решения. А я вам возражу. Я наблюдал, как реагировал Ютуб, то есть, грубо говоря, скрипт, программа, если угодно, тупая железяка, на ролики, которые размещались в Ютубе, посвященные событиям в Ингушетии. Они, во-первых, сразу же выходили в тренды, а во-вторых, я специально, я не буду утомлять наших зрителей конкретными цифрами, но я вам скажу, что 90% россиян не кавказцев и не мусульман. Они выражали сочувствие Ингушам, они поддерживали Ингушей. То есть, получается, это... Леонид Яковлевич, ну, тогда вот, как это соотносится с вашими словами? Ну, это может вообще никак не соотноситься, может быть, я просто не прав, да? Вот, но, знаете, вот то, что вы сказали, не очень противоречит. Дело в том, что, вот, например, ну, мы, наверное, будем про это говорить, свержение этого самого друга Владимира Владимировича Путина в Судане, да, ну, вот этого суданского президента, оно тоже очень приветствуется оппозиционной такой публикой у нас, но просто потому, что еще один диктатор, еще один друг Путина, там, и так далее. Но это не значит, что наши сочувствуют суданскому народу. Понимаете? Это не значит, что наши как-то идентифицируются с суданским народом. Нам просто приятно, что очередного другана Владимира Владимировича поперли, да? Вот, вот что. И в этом смысле, поскольку ингуши выступают против центральной власти, то, да, враг моего врага, мой друг, понимаете? Но это не значит, что я с ним идентифицируюсь. То есть, ну, вот, мне кажется, кажется, что это очень такое далекое отношение, да? Вот, вот нет там такого, знаете, как, ну, даже как к свалкам, да? Вот, допустим, люди выходят по поводу свалок, да? И вот те, кто как-то дают себе труд об этом задумываться, те как-то понимают, ну, что ж такое там, дети заболевают, еще чего-то, они сволчи что делают, да? Вот, и поэтому такие предложения, давайте свалку сделаем возле, там, дворца губернатора Подмосковья, там, ну, и так далее, да? Вот, разумные предложения, между прочим, мне кажется. А вот здесь, по-моему, такого нет. Ну, можем ли я ошибаться? Ну, опять же, я вам возражу, что, с одной стороны, это, вот я это просто, я это своими глазами наблюдал, что вот это единение именно с ингушами, а с другой стороны, совет тейпов ингушского народа, он выступил не далее, как вчера, и заявил, что мы граждане России, мы не против законов, мы за законы, но вы соблюдайте законы, вот в чем тут дело, что это, я, опять же, я свое впечатление излагаю, это именно было единение с ингушским народом, поэтому у меня вопрос, а вот не кажется ли вам, что произошел все-таки перелом в сознании россиян, что люди прозревать стали? Ну, не из-за ингушского конфликта, прозревать стали по многим причинам, и главная из них, мне кажется, это та, что, ну, я бы сказал, что главная из этих причин, это ухудшение социально-экономического положения значительной части населения России, это пенсионный возраст, там, и так далее, причем это ухудшение, знаете, в самом деле ухудшение, может быть, еще люди могли бы пережить, но это ухудшение на фоне продолжающейся, углубляющейся несправедливости, на фоне вранья и трусости центральной власти, и так далее, это все в тысячу раз важнее, чем ингушские конфликты, мне так кажется. Хорошо, тогда вот у меня вопрос о событиях в Судане. Как известно, президент Судана, который недавно был свергнут, это союзник Владимира Владимировича Путина. Я не помню, вот ради бога, извините, я не помню, кому принадлежит эта фраза, что в последние годы Россия стала генератором по производству неприятностей для мирового сообщества. Вот вам не кажется, что действительно мы становимся какой-то страной, которая как-то целенаправленно поддерживает ну, самую отмороженную мразь, я прошу прощения за столь грубый оборот, но это действительно так, и мы поддерживаем по принципу баба и га против. Вот не кажется? Ну, да, конечно. Ну, конечно, если посмотреть на наших друзей, то, ну, там, Асад, Ким Чен Ын и прочая публика замечательная. Вот, да, действительно. А потом этот толстяк с усами Мадура, вот, которому Чавес является в виде птицы, там, дает инструкции, как страну управлять. Вот он еще и кретин, плюс ко всему, по-моему, вот, не только подонок, вор, там, убийца наверняка, но еще и кретин. Вот, значит, убийца, не знаю, честно говоря, но так, не удивился бы. А то же кретин, так это видно. Вот, да, естественно, мы дружим вот с изгоями, мы дружим со шпаной, мы дружим с бандитами, вот, Хамас, ну, в общем, ну, что делается. Да, вот так, это наша политика, потому что, понимаете, цель нашей политики инструментальная цель такая, это дестабилизация Запада, Соединенных Штатов, Европы и так далее. А цель такая содержательная, мне кажется, это вполне персоналистское, это уважение, любовь, признание Владимира Владимировича Путина великим человеком. ради этого вообще все делается, ради этого может третья мировая война начаться, на самом деле. Понимаете, когда человек, неважно фамилия его, Путин или Ассад или кто угодно, когда человек очень долго стоит у власти, то у него, ну вот, задачи, которые перед ним стоят, они меняются, структура иерархия этих задач. Если вначале ему надо было удержать власть, но в течение, там, 20 лет он выстроил систему удержания власти, или он думает, что он их выстроил, как думал, по-другому, президент Судана. Вот. У него есть задача решения каких-то, там, личных проблем, не обязательно коррупционных. Вот. Но он их тоже как-то решает. Вот. А эти задачи, как бы, отходят на задний план. А что остается, да? Остаются социально-экономические проблемы страны, его, любой, Судана, Россия, Буркина, Фасо, неважно какой, и остается задача остаться в истории, остаться вот в истории великим человеком. Механизмы для решения социально-экономических проблем страны худо-бедно выстроены, а вот задача остаться в истории становится главной. Это одна из, так сказать, причин, почему так правильно ограничение на пребывание, времени пребывания у высшей власти, да? Вот. Потому что все меняется, и главное, это вот, что про меня напишется в учебниках истории, да? И ради этого люди делают черти что. И Владимир Владимирович ради этого, мне кажется, ведет свою политику. Поскольку он, главное, это против вот Запада, как бы сокрушить Запад, достабилизировать Запад, то, естественно, он оказывается в союзе со всякой шпаной, которая думает ровно об этом. Леонид Яковлевич, но помилуйте, вот то, что вы сейчас говорите, мне это напоминает старый анекдот, когда Иван Царевич идет, вдруг видит озеро, из которого трехголовый дракон пьет воду, он выхватывает меч к лоденец и начинает рубить голову, бьется, бьется с этим драконом, оба устали, дракон говорит, Иван, а что ты делешься, что ты хотел? Он говорит, да я попить хотел, он говорит, дракон говорит, а я тебе что-то пить не дал. Я так не могу, что Владимир Владимирович был членом восьмерки, был членом двадцатки, его принимали везде, ему, что ему не хватало, ну объясните вы, вы знаете, это очень печальная история, на самом деле, дело в том, что Владимир Владимирович, при моем критическом отношении к тому, что он делает, естественно, это в общем такая, ну фигура-то непростая, он ведь пришел как вестернизатор, я хочу вам напомнить, что в первые месяцы пребывания у власти в ответ на соответствующий вопрос он сказал, что он совершенно не против вступления в североатлантическое сообщество, вот, он был первым, кто дозвонился президенту Джорджу Бушу-младшему после теракта одиннадцатого сентября, вот, и он не просто ему дозвонился, как сказал Джордж, значит, держись, мы с тобой, вот, он ему очень много дал, он ему дал разведданные по Афгану, наши, да, которые были у него, он их просто, ну просто подарил, да, он согласился на военную базу в Киргизии, он без его согласия, черт из вабы, вообще, Соединенные Штаты могли его поставить, это понятно, вот, а он еще там некоторые вещи сделал, то есть, он видел, насколько я знаю, а в те годы я был, имел больше связей наверху, чем сейчас, естественно, да, вот, и меня даже в Кремль пускали, так вот, значит, насколько я знаю, он видел своей задачей в астернизацию России, интеграцию ее в западное сообщество, вот с этим Владимир Владимирович Путин пришел к власти, ну, кроме этого, конечно, он пришел к власти с грузом офицера КГБ, менталитета спецслужб, там, и так далее, но, но вот его осознанная установка была такая, а дальше это не получилось, понимаете, это не получилось, конечно, там 80% дисперсии за то, что-то не получилось на нашем руководстве, но 20%, между прочим, на Запад, с моей точки зрения, да, Запад тоже делал ошибки, западные лидеры не пошли ему навстречу, и это не означает, это не означает оправдание его действия, понимаете, ни в коем случае, ни в коем случае, разумеется, надо понимать реальность, что он не изначально пришел, как такой, понимаете, злодей, который вот все хочет разрушить, да, изначально он пришел с другой установкой, и именно поэтому это так, вообще, до слез больно, понимаете, жалко, потому что в 90-х годах открылось вот это уникальное окно возможностей для интеграции России в западное сообщество, и в начале 2000-х под руководством Владимира Владимировича Путина оно еще не было закрыто, еще не было закрыто, а потом оно стало закрываться, 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 захлопнулось совсем, окно в Европу, которое прорубил Петр, мы теперь заколотили на всякий случай, чтобы оттуда не дуло, ну, ну, ну и все, и в основе, в общем, лежит, знаете чего, в основе лежит личная обида, с моей точки зрения, личная обида и разочарование, вы, гады, на западе, меня, Путина недооценили, вот понимаете, вы, вы, вы не благодарная сволочь, вы, вот, вот его менталитет, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, естественно, да, вот, но мне кажется, что вот личное разочарование сыграло, личная обида сыграла огромную совершенно роль в таком коренном изменении российской политики. Леонид Яковлевич, давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу интереснейшую беседу. Итак, друзья, рекламная пауза.